добрый день уважаемые зрители с вами андрей ткаченко и сегодня мы будем пересаживать алое пестрые пенек остался вот все что от него осталось который дал нам три детки чтоб уже весь полопанный зацию конечно и вот детки у нас это алое пестрый из-за своей красоты это алое очень сильно пострадала природе его ареал полностью был исчерпан еще в восемнадцатом девятнадцатом веке полностью уничтожен многократные попытки ученых воссоздать этот алое высадить опять природу не получились не венчались успехом потому что выращенные в тепличных условиях они уже не могут жить пустынях под жарким солнцем нижние листья выбираем они нам не нужны корешочки в данном случае хорошие светлые это говорит что они вполне здорово их можно сажать вот тут тоже нижние подпорченные листики вот такие убираем обязательно немножко очищаем опять-таки корневая вполне здоровая теперь приступим посадки кирпичная крошка перлит и чернозем насыпаем вставляем алое при детки они получились в одном ножке сидели подрастут в отдельном а шоке они выравняются не хочется деть никак 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 корневая слабенькая нижние листья еще немножко подобрать как так Ой, ой. Один, а лучше уже посажены. Как обычно, сажать их в сухую землю, все суккуленты положены, и недельку не поливать после посадочки. Ждем недельку. Делаем экземпляр. Насыпаем длины половинку. Немножко отбираем листья. Немножко отбираем листья. Следующий. Алоэ пестрый немножко варьируется. Есть с более длинными и светлыми листьями. Попадаются экземпляры потемнее лист. Вот такой. Немножко длиннее и светлее. Две вариации есть. Алоэ. Ну, это у меня, во всяком случае, в теплице. Так-то, может быть, есть и другие разновидности. Этого я точно не знаю. Из-за своей красоты этот алоэ сильно пострадал. Настолько сильно, что в природе полностью исчерпан его ареал. Каждый коллекционер считает долгом к своим содержать в своей теплице алоэ пестрое. На этом все. С вами был Андрей Ткаченко. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал.